Привет, друзья! Сегодня расскажу про наушники QCY-H3. Накладная моделька с отличной автономностью, приятным дизайном и активным шумоподавлением. В общем-то, стандартная история для 2024-го, но есть один нюанс. На тот момент, когда я записываю видео, стоят они меньше 4000 рублей. И вот с учетом этого момента, такие обещания звучат уже, надо сказать, смело. Поэтому, когда появилась возможность затестить эти наушники, то я за нее сразу ухватился. И если вам тоже интересно, на что они способны, то садитесь поудобнее. Вы на канале Айзендар. Меня зовут Михаил Гоглоев. Приступаем! Что стало понятно почти сразу, на комплекте явно сэкономили. Вот в такой небольшой коробке лежат только сами наушники, кабель Type-C для зарядки и еще один кабель с джеком 3,5 мм для проводного подключения. На этом все. Какого-нибудь чехла или сумки для переноски, которые обычно идут вместе с моделями подороже, тут нет. Зато сами наушники мне прям понравились. Кусевая не стали изобретать велосипед, какой-то там навороченный дизайн. И поэтому выглядят H3 просто и лаконично. И как раз за счет этого, на мой взгляд, кажется и выглядят даже чуть дороже, или даже не чуть, а просто дороже, чем стоят на самом деле. А если сильно не приглядываться где-нибудь издалека и мельком, то на мой вкус даже чем-то напоминают Соньки в H4. По материалам тоже все прилично. Пластик приятный, не слишком жесткий, даже я бы сказал с небольшим намеком на софт-тач. На амбушюрах искусственная кожа и она очень мягкая, настолько, что в первое время даже немного опасал, сказал, что порвется от любого касания. К счастью, на деле оказалось не так и после месяца с небольшим никаких царапин, потертостей или еще чего-то не появилось. На оголовье предусмотрена мягкая прокладка, чтобы голова уставала меньше. Я редко ношу наушники где-то больше часа-полутора, поэтому не могу сказать, как там все ощущается при очень длинной носке, но в моем режиме вполне комфортно в них ходить, никакой усталости не ощущаю. Чаши складываются и вращаются, хоть комплектного чехла и не предусмотрено, можно пристроить в какой-нибудь другой, ну или просто, чтобы в рюкзаке занимало меньше места. Само оголовье раздвижное, с размером проблем быть не должно. Правда, тут есть пара моментов, где бюджетность тоже сказывается. Во-первых, подстраиваются под размер головы они не так мягко и плавно, как, например, мои Soundcore Q45, поэтому проще раздвинуться руками, а потом уже надевать на голову. Еще одна проблема, с которой я столкнулся, это то, что в оголовье что-то стучит, когда я иду в них по улице. Вот прям в такт шагам наступаю и что-то в этот момент раздается, какой-то стучащий звук. При этом я так и не понял, что это, потому что когда вот специально трясу, чтобы послушать, понять, да, откуда этот источник, то ничего не слышно, все крепко, все монолитно, все хорошо подогнано друг к другу. Но надо сказать, что стук этот, конечно, не постоянно, то есть большую часть времени его все-таки нет, но когда появляется, то лично меня прям подраздражает немножко. Все кнопки и разъемы встроены в правую чашу. Первая универсальная, основная функция включения и выключения, но еще на нее можно назначить до четырех дополнительных функций. У меня на одно нажатие стоит пауза воспроизведения, на двойное и тройное переключение между треками, еще можно что-то назначить и на четвертное нажатие, но кажется, что это уже не особо удобно, поэтому у меня на нем назначен игровой режим, которым я пользовался ровно один раз, чисто чтобы затестить. Вторая кнопка изменения громкости, ее тоже можно запрограммировать в приложении, но только действие на одинарное касание, поэтому логично ничего не менять. Еще она умеет переключать треки, если зажать на пару секунд, но это уже перенастроить нельзя. Третья клавиша переключает режимы шумоподавления, всего три состояния, включить или выключить шумодав и режим прозрачности, чуть позже расскажу, как они работают. Разъемов два, Type-C для зарядки и трех с половиной миллиметровый джек, через него можно подключить наушники к кабелям и использовать как обычные проводные. Питание тоже тогда пойдет по проводу, то есть неважно заряжены они или нет, но шумодав и режим прозрачности так не работают. Для управления наушниками у QCY есть собственное приложение, все как у больших брендов. Конечно, можно и без него, если не хочется ничего качать, просто по блютузу с коннексил с телефоном или там с ноутбуком, с чем вы собираетесь слушать. И спокойно все работает, но тогда не получится, во-первых, узнать количество оставшейся заряда, точное, потому что оно в приложении отображается, и не будут приходить обновления прошивки. За полтора месяца мне их пришло где-то две штуки или три, точно не помню. Тут же есть эквалайзер, в нем есть преднастроенные режимы и можно подвигать ползунки вручную. Я врубил рог и так и оставил. Кроме этого, в приложении можно переключаться между режимами шумоподавления и выбирать режим самого активного шумодава. На выбор несколько вариантов, вроде специального для ветреной погоды, более мягкого для помещения и наоборот для сильного шума. Я попробовал все, но по итогу оставил адаптивный, по ощущениям в среднем он работает качественнее всех. Вообще, шумодав ваш третьих порадовал. Он не идеальный, по сравнению с моими Q45 явно проигрывает, особенно в тяжелых условиях, вроде метро в старом вагоне, например. Но в целом с работой справляется. В том же метро шум вагона слышно, но приглушенно слушать что-то или даже просто находиться в вагоне так намного приятнее. Более лайтовые вещи, вроде улицы, ветра, разговора в комнате, гудение системника гасят почти в ноль. И с учетом цены по этому поводу претензий никаких. Режим прозрачности мне понравился, отработает качественно, по крайней мере можно спокойно разговаривать с людьми и слышать их нормально, не снимая наушники. Штука очень удобная, где-нибудь на кассе в пятерочке, чтобы вовремя отказаться от всяких акций и пакета. А еще одна забавная штука, можно регулировать баланс между каналами. Честно говоря, я не знаю зачем это. Типа для тех, у кого есть проблемы с каким-то одним ухом, чтобы дать на него больше громкости, по крайней мере это единственная версия, которую я придумал. Напишите в комментах, может быть есть какое-то более очевидное применение, а я просто не шарю. Забавный момент, у себя на официальном сайте QCY не особо распространяются о характеристиках этих наушников. Например, то, что Bluetooth они поддерживают версии 5.4, я узнал на Алиэкспрессе в карточке товара, а вот на официальном сайте так и не нашел. Может быть просто плохо искал, но тем не менее. Зато посвятили, что в них стоят 40-мм драйверы. Вообще, на самом деле, ничего в этом особо страшного я не вижу, да, все-таки слушаем мы звук с музыку, а не характеристики. В целом, особо придраться не к чему, если не забывать про их цену. Даже на фоне моих Soundcore Q45, которые стоят раза в три дороже, они не сказать, что бы сильно проигрывают, по крайней мере, если слушать потоковые сервисы вроде той же Яндекс.Музыки. Детализация приличная, даже на высокой громкости звук не смазывается в кашу. Басов хватает, особенно если попереключаться между режимами эквалайзера, чтобы найти сам подходящий. Средний тоже неплохий, вокал не теряется, я не бог весь какой меломан, поэтому не могу назвать себя большим экспертом в звуке и придирчивым слушателем. Но на фоне того, что мне довелось слушать до того, звук аж третьих у меня отторжения не вызвал. Еще в них есть поддержка мультипоинт, то есть можно одновременно подключить к двум источникам, там к двум смартфонам, к смартфону и к ноутбуку и так далее. И они будут между этими двумя источниками по необходимости переключаться автоматически. Как он работает на практике, мне не очень понравилось. Бывало, что я смотрю видос на ютубе, тут же она включает другое видео у себя на смартфоне, который тоже сопряжен с этими наушниками. И они переключаются на него прямо посреди моего воспроизведения. Кажется, так быть не должно, надеюсь, в новых прошивках этот алгоритм поправят. Микрофонов в аж третьих сразу три и производитель обещает качественную передачу голоса даже в сложных условиях. И в принципе не обманули. Можно через аж третьих говорить, даже когда ты находишься на улице, например, рядом с шумной дорогой. Голос звучит немного металлическим, но большинство помех они отсекают и на той стороне вас слышат нормально. Но в помещении, понятно, особых проблем быть не должно, да их и нет. В общем-то, вот записал для вас пару примеров, чтобы не быть голословным. Так, ну что, тестируем микрофоны в KCY H3. Включил на камере запись, чтобы звук шла через именно наушники. К счастью, в пирселе так делать можно. Ну и теперь вот иду. Результат пока я, естественно, сам не слышал. Послушаем потом вниз числами. По обстановке, в принципе, такая тут нормальная погода. Сильного ветра нет, но вот ездят машины вокруг, автобусы. То есть какие-то посторонние шумы есть. Вот так микрофоны работают в помещении, в тихой относительной комнате. Из-за таких более-менее заметных шумов, наверное, только системник у меня за спиной. Это вентиляторами шуршит. В остальном тихо. Так что пишите в комментах, как вам качество микрофонов на улице и в помещении. Что думаете? По автономности обещают 50 часов работы в обычном режиме и 35, если включить шумоподавление. Я, на самом деле, так и не дошел до того, чтобы затестить их на максимальную выносливость. 50 часов подряд крутить это, ну, как-то тумач оказалось. Но при повседневном использовании оказалось, что цифры, да, звучат весьма правдоподобно. Например, на работу у меня ехать примерно полтора часа. Большую часть времени на метро, поэтому слушаю их в это время с шумодавом. За путь туда и обратно, плюс около часа на работе, правда уже без шумодава, они разряжаются на 10% по инфе из приложения. В общем, в таком режиме спокойно можно заряжаться раз в пару недель. Опять же, не так круто, как у Q45 от Soundcore с их 50 часами с лишним в режиме шумоподавления, но всё равно вполне комфортно. Что по итогу? Да, есть огрехи по сборке. Периодически во время ходьбы стук чего-то там в оголовье реально раздражает. В остальном претензий нет. С учётом цены, приятная моделька, симпатичный дизайн, хорошая автономность, не чемпионская, но вполне достаточная для того, чтобы не раздражала необходимость подзаряжаться. В моём режиме это где-то пару раз в месяц, может быть даже чуть пореже выходит. Звук вполне приличный и активный шумодав. На твёрдую четвёрочку, которая отрабатывает, тоже запишу ей в плюсы. Короче говоря, если ищете накладную модельку в районе 4000 рублей, то QCY H3 могу рекомендовать. Пишите в комментариях, какими наушниками вы пользуетесь, какие модели можете порекомендовать в этом, ну или может быть в каком-то другом ценовом сегменте. В любом случае будет интересно почитать ваше мнение, обсудить, послушать вообще, что вы думаете. Если обзор понравился, то поддержите его лайком, подписывайтесь на канал обязательно, чтобы не пропускать ничего, и заодно на соцсеточке тоже, особенно на Телеграм, ссылки все есть в описании, там всякие новости, анонсы статьи, анонсы обзоров тоже, короче, чтобы не пропустить ничего важного, интересного и оставаться на связи, комменты там открыты. Спасибо, что досмотрели. У меня на сегодня всё, и скоро увидимся.